В эфире программа «Центр притяжения». Это новости Михайловского ГОКа имени Андрея Владимировича Варичева и Железногорска. В студии Юлия Матвейшина. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На дробильно-сортировочной фабрике Михайловского ГОКа стартовал сезон выпуска сушеной продукции. В этом году ремонт и подготовка оборудования проходили без остановки участка сушки, как это было ранее. Почему возникла необходимость производства сухого концентрата летом? И как в связи с этим на фабрике организованы ремонтно-подготовительные работы к основному сезону сушки? Смотрите в нашем сюжете. Процесс сушки железородной продукции сложный, требует соблюдения многих технических условий, но результат того стоит. Из концентрата с влажностью около 10% получается сухой железный порошок с содержанием влаги всего 3%. Такая продукция при транспортировке не смерзается и не теряет своих свойств, потому пользуется большим спросом у российских металлургических предприятий в зимний период. По традиции предшествует сезону сушки масштабный ремонт технологических линий фабрики. Ремонты проведены в полном объеме. Сейчас на данный момент заканчивается ремонт газоочистки восьмого барабана силами Урмео. И на данный момент, как вы видите, у нас стоит первый барабан. Заканчивается ремонт кладки внутри печи номер один. Обычно сушильные печи, дробильно-сортировочные фабрики комбинаты запускались с приходом осенних холодов. В этом году они работали круглый год. Здесь освоили выпуск нового вида сушеной продукции – концентрата с содержанием влаги 6%. Мы выпустили пробную партию. Это было август 2020 года. Поставщику понравился данный продукт. Поэтому было принято решение запустить его выпуск по окончании основного сушильного сезона. Новую продукцию на Михайловском ГОКе освоили, чтобы в пик сезона разгрузить мощности станций – Курбакинская и Погрузочная, с которых потребителю отправляют железорудный концентрат. Часть его в теплое время года теперь поступает на дробильно-сортировочную фабрику. Сушится до содержания влажности около 6%. И за станции Михайловский рудник отправляется заказчиком. Производство нового вида продукции потребовало корректировки обязанностей персонала фабрики. Так как концентрат идет влажный, забивается сам рудоспуска и срабатывает дамы, соответственно, конвейера останавливаются и стоят под нагрузкой. В этот момент надо быстро сходить туда, все очистить, чтобы дальше продолжалось подгрузка. На участке сушки Екатерина отвечает за беспребойную работу конвейерного оборудования. Рассказывает, при обслуживании технологической линии важно все – профессиональные знания, предельная внимательность, четкое следование инструкции. Во-первых, это техника безопасности. Вот, допустим, даже здесь у нас стоят ограждения, да, на каждом конвейере есть ограждения, где-то они стоят, где-то они висят. Обращаем внимание на электрооборудование, на провода, на все обращаем внимание. Техника безопасности у нас на первом месте. Профессионализм персонала и качественно проведенный ремонт технологических линий обеспечат эффективную работу участка в течение всего производственного цикла. В осенне-зимний период здесь производят три вида продуктов – сухой железорудный концентрат, доменный концентрат и сушеную аглоруду. В этом сезоне продукцию ждут на Челябинском и Западно-Сибирском металлургических комбинатах. Заметить управленческий потенциал работников, предоставить возможность его реализовать. Сотрудники Михайловского ГОКа защитили свои проекты в рамках программы формирования кадрового резерва компании «Металлоинвест». Подготовить кандидатов, которые в перспективе смогут возглавить подразделения и функциональные вертикали на предприятии – задача кадрового резерва. Это уже вторая волна проекта. В число резервистов войдут сотрудники, которых отличают профессионализм, активность, вовлеченность, стремление к росту и развитию, умение вести за собой. Кадровая защищенность любого предприятия – это основополагающий фактор, обеспечивающий эффективность и высокую результативность деятельности предприятия. Конечно же, для Михайловского ГОКа это очень значимый и важный аспект нашей работы, потому что от того, кто управляет производством, кто ведет нас победом, зависит, собственно говоря, те же самые победы. Система отбора многоступенчатая. Из номинированных кандидатов в подразделениях отобрали самых перспективных. Каждый прошел оценку профессиональных и управленческих качеств. На финальном этапе отбора в кадровом комитете под председательством управляющего директора Михайловского ГОКа Антона Захарова потенциальные резервисты представили проекты развития комбината. Проекты резервистов направлены на снижение издержек, повышение безопасности труда, совершенствование ремонтных процессов или вовлечение персонала в процесс развития. Однако для комиссии важны не только их производственные идеи. Профессионализм, знания технические и готовность вообще взять на себя ответственность. Это такая компетенция, которая крайне трудно оценивается через мероприятия, через оценочные инструменты, но руководители, безусловно, на практике своих подчиненных знают. И поэтому их характеристика играла очень важную роль. Работники презентовали проекты и получили статус готовности к назначению на вышестоящие должности. В целом, можно сказать, что основная масса резервистов действительно очень достойные ребята, очень подготовленные, с хорошими компетенциями. Но при этом, конечно же, такие мероприятия, они выявляют определенные пробелы, которые необходимо нам еще подтянуть с точки зрения их дальнейшего развития. Зачисление в кадровый резерв не только увеличивает шансы назначения на вышестоящую должность. Резервисты получают доступ к обучению по эксклюзивным программам. Впрочем, появляется и дополнительная нагрузка. Например, замещение руководителя. В Железногорске прошли общественные обсуждения, оценки воздействия на окружающую среду и проектные документации завода по производству горячебрикетированного железа. Его проектная мощность составит более 2 миллионов тонн ГБЖ в год. Сырьем станут окатыши, произведенные на Михайловском ГОКе имени Андрея Варичева. На производстве будет занято порядка 400 человек. Руководители проекта охотно отвечали на вопросы горожан, большинство из которых на тему экологии. Генеральный директор компании Михайловский ГБЖ Сергей Бревнов отметил, что завод будет не только одним из крупнейших в мире по производству горячебрикетированного железа, но и самым современным и экологичным. Его строительство планируется на основе технологии прямого восстановления железа «Мидрекс». Данная технология является наиболее безопасной в плане давления, в плане отсутствия большого количества химических реагентов, поэтому предпочтение было отдано данной технологии. Руководители проекта отметили, что подобные установки уже работают на Лебединском ГОКе в Губкине. Они прошли все экологические экспертизы и зарекомендовали себя с наилучшей стороны. В основе технологии лежит конверсия природного газа, который изначально является более экологически чистым. Это позволяет снизить углеродный след и затраты на энергоресурсы почти в два раза по сравнению с доменным производством. В будущем замена природного газа на зеленый водород позволит свести к минимуму воздействия на экологию. В Железногорске обсудили концепцию благоустройства общественных пространств города. Встреча архитекторов Московского центра урбанистики с жителями прошла в Центре современного искусства Цикорий. Инициатором проекта по созданию комфортной городской среды выступила компания «Металлоинвест». Подробности у Елены Точилиной. Первые градостроители Железногорска рассматривали улицу Ленина как проспект в будущее. По замыслу руководителя проекта архитектурного облика города Мариэля Пундика, относительно узкая входная группа плавно переходит в центральную улицу. С каждым километром она становится все шире. И каждый новый микрорайон обрастает все новыми объектами инфраструктуры. Дома становятся выше, тротуары сменяют широкие аллеи, а здания советской постройки – большие торговые центры и места для досуга. И все же основной посыл концепции – не перегружать пространство, чтобы город оставался легким. Сегодня специалисты из Москвы предлагают новые решения по благоустройству общественных пространств Железногорска. Вместе с тем разработчики намерены сохранить историческое лицо города. Мы будем обсуждать, каким видят вообще Железногорск жители, что бы они здесь хотели видеть из общественных пространств, из наполнения, из площадок. И, в общем-то, по результатам этого обсуждения мы сформируем предварительное пока видение концепции благоустройства. Архитекторы Московского центра урбанистики представили жителям Железногорска свои архитектурные решения по благоустройству улицы Ленина, аллеи имени Андрея Варичева, аллеи семьи, площади перед кинотеатром «Русь» и парка имени Никитина. Предложили несколько вариантов обустройства общественных территорий, среди которых создание велосипедных дорожек, точек общепита, зеленых зон отдыха между домами. На мой взгляд, ваш город имеет огромный потенциал для развития, потому что, во-первых, у него очень хорошая база, он изначально очень хорошо продуман. Улица Ленина – это практически талон европейских улиц. Единственное, ее нужно немножечко переосмыслить, а в целом это прекрасные большие деревья, это удобные транзиты продуманные. То есть город имеет огромный потенциал, площади. И мне кажется, у него очень хорошее будущее. В ходе обсуждения архитекторы сразу вносили предложения горожан в эскизы проектов. Было важное мнение постаршего поколения, как строился вообще город. Конечно же, какие же архитекторы знают о наших особенностях нашего города, ну и наши жители, естественно, должны учитываться. Будет очень приятно увидеть то, о чем мы говорим, и увидеть это вжилую. Архитекторы уверены, с учетом пожеланий горожан, им удастся сформировать уникальный проект, сохранив идентичность Железногорска и его историческое наследие, в то же время сделав его еще более комфортным для жителей. Благоустройство территории, образование, медицина, культура и спорт. Поддержка «Металлоинвеста» чувствуется во всех сферах жизни города. В год 15-летия компании мы ведем рубрику «Вместе с «Металлоинвестом». Как она помогает менять города, рассказывают сами жители. Музей истории Михайловского ГОКа – это старейший музей города Железногорска. Он был основан в 1977 году. Разработкой и построением музейного пространства занимался творческий коллектив в течение года. Фонды собирались, можно сказать, всем миром. В короткие сроки были найдены такие уникальные экспонаты, которые важны для жителей Железногорска. Это первая руда Михайловского месторождения, образец чугуна, открытый из первой Железногорской руды, первый концентрат, первые акатыши, уникальные документы и фотографии. И 14 июля 1978 года музей открыл свои двери для широкой публики. Тогда он находился на втором этаже образцового Дворца культуры и техники. Шли годы, и у музея появилась возможность расширить горизонты своей работы за счет нового помещения, большего по площади, более доступного, такого, в котором можно организовать фондохранилище, создать отдельное пространство для проведения мероприятий, мастер-классов, лекций, семинаров, встреч, дискуссий и так далее. Но на пути к новым возможностям стали трудности. Помещение нуждалось в ремонте, музею были необходимы новые оборудования, мебель, техника. И здесь пришла на помощь компания «Металл Инвест», оказав поддержку финансовую и организационную. Пространство полностью преобразилось. Появились новые покрытия стен, пола, потолка, новый свет. Пространство стало более легким и светлым. В фондохранилище была создана новая система хранения. У музея появились новые витрины, мебель, оборудование, проектор, колонки, микрофоны, интерактивный стол. Благодаря этому у музея появились новые возможности. Здорово, что музей развивается вместе с Михайловским горнобогатительным кабинетом имени Андрея Владимировича Варича. Там происходят новые исторические события, а в музее появляются новые экспонаты. Благодаря компании «Металл Инвест» музей смог сделать еще один важный шаг в своем развитии. Стать точкой притяжения не только для жителей города, но и для его гостей. Недавно на Михайловском ГОКе был запущен проект промышленного туризма. И музей станет частью туристического маршрута. А значит, еще больше людей смогут познакомиться с историей Михайловского горнобогатительного комбината имени Андрея Владимировича Варичева. Такой была прошедшая неделя в событиях и лицах. Какой будет следующая, как всегда, покажет новое время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова